Качество. Вдохновленное лучшим игроком всех времен. Привет-привет, с вами Кикс Контест и Лёха А.К.А. Матрас Флай Уайт. И сегодня у нас на тестах Джордан Ультрафлай 3. Погнали! Насколько на этот раз его воздушество Майкл вдохновил дизайнеров Джордан Брэнд? По комфорту. С первого же надевания я почувствовал, что кроссовки принимают меня как почетного гостя. Мягкая подушка дополнительного набивочного материала обволакивает ногу от косточки до косточки. Кожаная защита на и без того плотном язычке не дает шнуркам натирать мою стопу. После первого же надевания прямиком из коробки можно сразу идти в бой. По всей длине набивки достаточно для того, чтобы забыть о каком-либо дискомфорте и сосредоточиться на полезных действиях для своей команды. Но, естественно, это сильно подрывает уровень вентиляции. Единственное, что за нее отвечает в Джордан Ультрафлай 3, это вот эти 5 отверстий с внутренней стороны. Многим, в том числе и мне, это придется не по душе. Но ради достижения какой-то цели всегда приходится чем-то жертвовать. Кроссовки же вдохновлены Майклом Джорданом. Амортизация немного грубовата. Как сказал бы святой Глеб, поэтому эти кроссы не для сладких мальчиков. В пену Филон заключены два зум-баллона. Один в носовой части и один в пяточной. Некоторые говорили мне, ты не сможешь их продавить и что-то там почувствовать со своим весом. Но они просто не прыгали так, как я. И там, где я. Система амортизации способна гасить колоссальные нагрузки. И, естественно, при этом утрачено чувство корта, которое так важно для маневренных игроков. Снова жертва Джордан Брэнд. На этот раз без жертв. Кроссовки вдохновлены его воздушеством Майклом Джорданом. Это классика. А также классика является рисунок протектора, который в простонародье называют елочкой. Только в Джордан Ультрафлайт 3 ее слегка, но при этом грамотно доработали. Повернув ее на 90 градусов в местах, где в основном идет боковая нагрузка. И эти элементы очень гармонично вписались в общий дизайн кроссовка. Стоит добавить, что кроссовкам абсолютно наплевать, на каком покрытии им ловить сцепление. Дай им только волю раскрыть весь свой потенциал. В Джордан Ультрафлайт 3 мы имеем довольно грубоватый набор материалов. Основная часть кроссовка выполнена из плотного меша, а верхняя накладка и язычок сделаны из заменителя кожи. Зато собрано все качественно, никаких нареканий к сборке у меня нет. Нет, главным плюсом во всем этом является долговечность кроссовок и немаркость. Я тестировал их на асфальте в не самую приятную погоду. Постоянно делал резкие остановки и смены направления. У меня улетал мяч, я бесился и пинал его. Он улетал через забор, я шел за ним по мокрой земле и траве. И знаете что? Им было насрать. Аутсоль вообще не показала никаких признаков последствий игры на асфальте. Да, они заморались, но я пришел домой, протер их мокрой тряпкой и делал конец. Кроссовки вдохновлены его воздушеством и призваны служить столько, сколько еще будут помнить игру у Майкла. Ну по моим подсчетам как минимум один сезон. По поводу фиксации. Мои ожидания на предмет поддержки заднего ремешка не оправдались. В итоге он никак не связан с системой шнуровки и выполняет лишь декоративную роль. Передняя часть кроссовка довольно широкая, что конечно же хорошо для игроков с широкой стопой, но в противном случае в передней части будет оставаться пространство, которое еще и не так просто будет компенсировать затягиванием шнурком, ибо к этим передним шнуркам мешает подобраться кожаная накладка. В остальном же все сделано как положено. Плотный стакан фиксирующий пятку, широкая площадь передней части подошвы для максимальной устойчивости, ну и защита от внешних ударов вам обеспечена. Это действительно кроссовки не для сладких мальчиков. Они способны выдержать многое, но они далеко не для всех. Jordan Ultrafly 3 больше всего подойдут третьим, четвертым и пятым номерам. Агрессивная борьба в проходах и замесы под кольцом это для них, но для скоростных разыгрывающих это будет уже не то. Также эта модель является идеальным претендентом для покупки к стритбольному сезону, хоть он у нас уже и закончился. Но кроссовки должны выдержать баскетбольный сезон, плюс летние стычки на уличных кортах. Ну а с вами был Кейс Контест, Лёха Энки Эйма Трасс Флай Уайн. Самые полезные ссылки вы найдете в описании. Всем peace, кушайте супчик. ПОДПИШИСЬ!